Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Ритмы города» с Сергеем Тюпаевым. Воскресенье, 11 утра, отличное настроение, и сегодня я не один. Сегодня я с знаменитыми экстрасенсами, финалистами телепроекта «Битвы экстрасенсов» Анатолием Леденевым, Бабой Катей и нашим известным самарским экстрасенсом Татьяной Жмакиной. Привет, Самара! Привет, Самара! Итак, ну что, давайте, Татьяна, гостям нашим чайку, пирогов. Сегодня у нас будет домашний... Так, поставить нельзя, надо, чтобы стояла. О, Анатолий уже вмешался, да? Ну, мужчина. Мужчина. Должно стоять. Уважаемые телезрители, у нас сегодня тема посвящена экстрасенсам, и давайте как раз об этом поговорим. Ну, первый вопрос. Энергетика нашего города, как она вас вообще впечатлила? Сереж, я приезжаю девятый раз. Как ты думаешь, она меня впечатлила? Конечно. Хорошие здесь люди вообще в Самаре? Да, мне, честно говоря, я по многим городам езжу. Вот, ребят, если я девятый раз сюда приехал, я еще и еще приеду. Татьяна, расскажите, вот, как экстрасенс со своих способностей, как вот у вас так это все получилось, да, как вы начали видеть? Начала видеть, даже не помню, когда. Все было потихоньку, сперва казалось, что кажется. Все как обычно, а потом как-то пошло больше и больше. Ну, чем больше работаешь, тем больше едешь. А вы как потомственная вообще, нет? Ну, да, у меня бабушка была и дед. У меня вообще интересно, дед очень сильный колдун был. Его нет почти 15 лет, но до сих пор в отрадном его помнят. Ага. Рассказывала. А бабушка была в белом. Но они, кстати, были муж с женой. Бабушка травмится очень хорошая была, курительница. Катя, как у вас проявились способности? Ну, в детстве проявились, я опять правильно сказала Татьяна. На самом деле, если не занимаешься, если не продолжаешь совершенствоваться, то дар данный свыше, он просто никак не проявит себя. Работа, работа и работа. Слово настоящее. Нет, ну, Катюшка... Поиск знаний, переводы каких-то манускриптов старинных, изучение языков, анатомии, физики, всего. Магия – это наука. Магия – это наука. Причем, мне кажется, это самая первая наука, которая была на Земле. Да. А потом появились уже другие, из нее вытекающие. Татьяна, вот как вам больше всего сложнее работать по какому направлению? Поиск. Поиск. А давай я тебе, кстати, ручки твои посмотрю. Вот так вот ладошечку сделай. Посмотри, Сереж. Ты видишь, у нее начинают капельки здесь как капать. У нее есть задатки поисковика, тебе просто развиваться надо. Ну, вот это я еще раз повторюсь, просто эмоции. Ну, мне кажется, что ты сама не хочешь. А у меня? Ну, может быть, да. Анатолий сейчас проводит эксперименты. У тебя тоже, кстати, между прочим, посильнее, чем у нее. Так, а я вообще, что-то у меня есть вообще какие-то даромы? А ты вообще что здесь делаешь? Ты же ведущая. Вот такая уютная атмосфера в нашей студии. Вот на самом деле я хотела бы сказать, что обладая даром, да, умея очень многие вещи делать, а для себя как-то вот себе очень трудно помочь бывает на самом деле. И часто прибегаешь к помощи вот коллег, да, и спрашиваешь какие-то вопросы. Есть люди, которые не хотят помогать, коллеги, а есть вот коллеги такие, которые с удовольствием помогают, и это очень приятно. Уважаемые телезрители, у нас прошел в Самаре консерк на битву экстрасенсов. И наши уважаемые эксперты присутствовали на данном мероприятии. И что из этого получилось, смотрим внимательно. В Самаре состоялось грандиозное событие – кастинг на телепроект «Битва экстрасенсов». Желающих принять участие в кастинге было очень много. Дерни. Чем занимаетесь? Какие у вас направления? Вообще строитель. Умею предугадывать какие-то моменты, связанные с домами, с людьми, происшествиями. Нина Максимовна, город Самара. Мой опыт начался с трех лет. Наталья, город Самара. Вижу по картинкам, наверное. Использую камень, флюорид. В основном руками. Никаких других предметов не использую. Василина Клариса Сергеевна, город Самара. Я работаю уже 17 лет. Основное направление Таро – энергетические практики. Рейки, космоэнергетика. Телесно-ориентированная психотерапия. Меня зовут Елена, я из Самары. В основном предсказания, поиск людей, поиск предметов иногда. Надежда. Живу в городе Самаре, родила здесь. Я работаю психологом, но неофициально работаю и как таролог. Я пришла сюда за своим результатом, я его получила. Именно свой, для себя. Дело не в том, возьмут ли меня на битву и прочее. Это уже не мне решать, это судьба. Дело в том, что я смогла, чего я смогла добиться. Потому что, знаете, как сложно выйти к людям. Я 11 лет этим занималась, так вот, втихую. Вот, настал момент выхода. В организации мероприятия также помогали участники реалити-шоу ТВ Моделс. Было несколько испытаний, через которые должны были пройти конкурсанты. Это обязательно описать человека, рассказать про его проблемы и ситуацию в жизни. Человек, скорее всего, занят в вашей же сфере. То есть, он имеет отношение к сфере либо телевидения, либо актерства, что-то такое. Но, скорее всего, как какой-то технический специалист. Далее задание в конверте. Здесь предлагалось из трех конвертов выбрать один и рассказать, что за геометрическая фигура в данном конверте. Это треугольник. Вот хочу сказать квадрат. Не знаю сразу, где квадрат-квадрат. Треугольник. Ну, возможно, квадрат. Не пою. Синий квадрат может быть. Квадрат, но не синий. По-моему, этот квадрат. В экспертном жюри принимали участие финалисты телепроекта «Битвы экстрасенсов» Анатолий Леденев и «Баба Катя» и «Самарский экстрасенс» Татьяна Жмакина. Вы сказали, что 10 лет не принимаете уже. Почему вы сейчас идете на Кастинг? И вообще, а почему бы нет? Я не хочу жить в Самаре. Я хочу жить в Москве. У меня причины. Это ясновидение мне подсказывает. Ну, если честно, такие вещи как бы лучше делать, когда не сидит куча глаз на тебя, не смотрит. Ты не забывай, на битве то же самое. Там еще больше кучи глаз, и ты должна научиться концентрироваться. Ты идешь на битву, а не на прогулку. Поэтому ты должна здесь сейчас сказать, хорошо, я попробую. И бояться не надо. Напряжение участников присутствовало на протяжении всего кастинга на «Битву экстрасенсов». Потому что для кого-то задания оказались очень и очень сложными. Ну, и сейчас мы послушаем экспертное мнение Татьяны Жмакиной. Выступая экспертом на кастинге «Битвы экстрасенсов», просмотрев большое количество участников, которые считают себя экстрасенсами, будучи экспертом, я поняла, что они не являются экстрасенсами. Потому что у экстрасенсов определенного цвета аура, у экстрасенсов энергетические потоки направлены по-другому, чем у обычных людей. Среди всех участников, как эксперт, для себя я выделила двоих, за которых я могу сказать, что они, да, действительно являются экстрасенсами. Очень интересно было с тестом Зенера, с определением фигуры, потому что я никогда в практике с этим не работала, и это было интересно. Ну, вы показали сегодня отличный результат. Наши эксперты оценили это. Вообще нервничали, нет? Да, конечно. Сегодня я был испытуемым на заданиях, которые проводились на кастинге на битву экстрасенсов. И меня сильно потрясло то, что говорили мне участники. Некоторые моменты, которые никто не знал, они это обговаривали. Затронули личную жизнь, мои отношения, рассказали про мою любовь, и ее осталось под впечатлением большим. Ну, что бы я могла сказать? Раньше я верила в экстрасенсов, сегодня я посмотрела на них вживую, послушала их, они рассказывали обо мне. Ну, никаких особых впечатлений мне это не произвело. Вот, не знаю, как-то какое-то равнодушие. Просто я считаю, что здесь больше психологии, чем каких-то способностей. Попадут или нет на битву экстрасенсов на телеканале ТНТ «Самарция» мы узнаем уже этой осенью. Уважаемые телезрители, мы продолжаем. Это программа «Ритмы города». И сегодня у нас утро с экстрасенсами. И сегодня мы будем говорить про магию, экстрасенсорику и про все, что с этим связано. Вот у нас недавно выходила передача, в которой Баба Катя и Татьяна Нашишмакина рассказывали про магическую кухню. Вкратце, 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 прямо скажите, пожалуйста, неужели так сильно важна энергетика, в которую вкладывают в готовку? Очень. Очень важна, потому что на самом деле женщина всегда держит внутри лад семьи. А только мягкая женская энергия может как раз быть вот этим склеивающим элементом. Женщина должна следить, где плохо кому-то, где дискомфортно. Она должна на уровне интуиции. Любая женщина, каждая женщина обладает какими-то способностями. Интуиция у любой женщины разная. Но, к сожалению, в нашем обществе сейчас перестроились роли и очень много разводов. Конечно. Но, опять же, возвращаясь к магии еды, нужно готовиться в хорошем настроении, в целой посуде. Потому что даже треснутая посуда – это уже треснутая энергетика. Это уже совсем... Это касается даже кастрюли. Кастрюли, сколов, там, все что угодно. Поэтому никаких дач просто все берем и выкидываем. Посуда действительно бьется на счастье, потому что у вас будет дома обновление, потому что придется покупать новую посуду. И не жалеем, потому что энергетика должна быть целостная. И вот, Танюш, прости, перебила. Вот смотрите, как интересно. Мне просто прямо сейчас пришла в голову мысль по поводу разбитой посуды, которую надо выбрасывать. Таня сказала, что идет обновление. Понимаете? А ведь все энергии взаимосвязаны. Вот мы говорим, у нас нет денег, да, у нас закончились деньги. А как они пойдут, если нет обновления? Даже разбитая чашка и купленная чашка – это уже завязка. То есть деньги, они идут, тоже входят в круг. Вот я знаю, что этот пирог вы приготовили по рецептам магической кухни. И мы сейчас его... Я, кстати, давно на него смотрю. Здесь такая клубничка. Парень, дайте мне одну. Сегодня я в гостях у нашего эксперта по экстрасенсорике Татьяны Жмакиной. И она хочет вам рассказать об амулетах и их предназначении. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вообще для чего нужны амулеты? Амулеты служат для улучшения своей жизни. Амулеты делятся на группы. Это первое, ну, как правило, самое широко используемое – это для защиты, также для удачи, для финансов, для создания семьи, для рождения детей. Ну, и для того, чтобы жизнь, в принципе, свою улучшить. Вот я смотрю сегодня, да, у вас присутствуют тут разные амулеты. Можете рассказать немножечко? Да. Давайте начнем как раз вот с самой большой группы защитных амулетов. Этот амулет защищает от магического воздействия, от сглазов и дарует силы и спокойствие ее обладателю. Татьяна, а вот это вот тоже интересненький такой амулетик. Расскажите, пожалуйста, Аня. Ну, вот этот амулет, он как раз для защиты семьи, чтобы в семье был мир, лад. И так как здесь изображен аист, то для тех, кто ждет его, он поможет, чтобы аист быстрее прилетел. А вот этот вот красивенький вот. Вот этот амулет, он для удачи. Амулет как раз для того, чтобы обладатель был поживее, чтобы у него было побольше энергии, побольше сил. И он для исполнения желаний. Но это не волшебная палочка. Просто так желание исполнится. Но создадутся все условия, чтобы человек, если он что-то делает, какие-то шаги, чтобы побыстрее его желание исполнялось. И да, уважаемые телезрители, я тоже ношу амулет. Никогда не верил в предназначение, никогда не верил, как бы что, они как-то могут помогать. Это был ужасным скептиком. Но, Татьяна, происходят какие-то ситуации, когда реально обращаешься к амулету, и у тебя происходит все, как ты хочешь. Что это такое? Ну, это как раз и работа амулета и есть. Ваш амулет защитный, он вас защищает. Вы у нас человек публичный, известный. Поэтому вот для защиты у вас как раз этот амулет и есть. Но он еще и для того, чтобы в вашу жизнь притягивать удачу. Но хочу сразу сказать, вы повесили на себя амулет, либо, вот если такой амулет человек, ну, мало ли не хочет на себе носить, либо не хочет, чтобы люди знали, что у него есть амулет, его можно носить в кармане. В любом месте, где амулет был бы рядом с вами. Татьяна, можете вот этот амулет почистить и перезарядить? Да, конечно, давайте. Татьяна, этот амулет вы мне заряжали лично, да? А вот эти вот амулеты вообще стоит заряжать? Вообще, как к этому относиться? Ну, это, во-первых, если вы амулет покупаете где-то в переходе, если в магазине, еще что-то, то это просто, ну, просто брелок, просто красивая вещь. Нравится носить. Просто никакого магического... Амулет заряжается под конкретного человека. Когда человек ко мне приходит, я вижу, какая у него проблема и под что лучше его зарядить. Просто так заряжать амулет, ну, на общее, ну, будет на общее работать, лучше, конечно, конкретное. Татьяна, вот смотри, вот у вас очень популярный сейчас практически все ходят вот с этими красными ниточками. Скажите, ну, это что, это как реквизит или это тоже какой-то магический... Нет, это магическое идет, это защита, это защита от сглаза, опять же, смотря куда привязать. Если вы привязываете на правую руку, то это вот как раз работает от сглаза и дарует вам силы. Если завязать веревочку на левую руку, то она будет притягивать удачу, потому что левая рука у нас принимающая. Поэтому как раз ниточка поможет вам быть более удачной. Скажите, а ниточку тоже нужно заряжать, либо можно ее так же купить? Ну, ниточка завязывается. Купить-то, конечно, можно в любом магазине, это обычная шерстяная нить, но завязывается она по определенным правилам. Поэтому, когда вы приходите к специалисту, он знает, как это грамотно сделать. Ну, и вот смотрите, я вот вижу, у вас тут разные свечи, разных цветов. Почему они такие разноцветные? Или каждый цвет означает что-то? Да, каждый цвет что-то означает. Смотрите, к примеру, красная свеча – это на любовь, зеленая – для денег, синяя – здоровье, белая – ну, это, в принципе, для исполнения желаний. Сюда можно загадывать все, что угодно. Черная – для разрушения. На разрушении не всегда плохо. Можно разрушить болезни, можно разрушить какие-то препятствия, чтобы что-то быстрее все сделалось. И оранжевые – это для удачи, на успех. Ну, оранжевые – это всегда у нас хорошо, это позитив. И все свечи, в общем-то, и огонь, стихия огня навсегда дарует нам силы. Как правильно с этими свечами работать, я тоже объясняю после того, как я их заряжаю конкретно под каждого человека. Татьяна, спасибо за то, что сегодня мы с вами поговорили об амулетах, о свечах, о ните. Я думаю, нашим телезрителям стало уже более интересно, да, и как бы я вот тоже слышал, что от вас приятно услышал, что обязательно амулет нужно заряжать. Потому что без определенной магической зарядки, да, это пустышка. Ну, и амулет желательно через какое-то время подзаряжать. Но это, опять же, индивидуально. Ну, как правило, это примерно год. И амулет перед тем, как его перезаряжать через год, его, естественно, нужно почистить. Ну что, спасибо, дорогие друзья. Сегодня я был в гостях у нашего эксперта по экстрасенсорике Татьяна Жмакиной. Спасибо, Татьяна. До свидания. Уважаемые телезрители, мы продолжаем. Это программа «Ритмы горды». Сегодня у нас встреча с экстрасенсами. И полностью программа об этом. Скажите, пожалуйста, уважаемые экстрасенсы, делитесь ли вы своими знаниями вообще? И нужно или не нужно делиться этими знаниями? Вот народ как бы хочет знать. Безусловно, делимся. И, собственно говоря, например, для меня это цель как раз отдавать знания те, которые я накопила в течение жизни. Потому что личные консультации они не дают, ну, как бы не охватываешь того охвата слушателей, которым я бы хотела донести. Моя вообще цель всегда, я очень много провожу и онлайн семинаров, то есть в онлайне вебинаров, и провожу семинары в разных городах. Там люди объединяются энергией. То есть вот этот вот столб, обмен моей энергии с людьми происходит не только обмен знаниями, но я имею возможность, допустим, подкачать и почистить большее количество людей. Семинары на разные темы, то есть, ну, собственно говоря, как на разные? Три темы, которые волнуют всех. Это здоровье, любовь и благополучие. Анатолий, а у вас? Игры, эгры, знания. Ну, Сереж, я тоже провожу семинары, и я тебе больше того скажу, что Катя, что я, мы, скажем так, на землю послал, не только проводить личные приемы, но и мы слушаем как учителя. И вот Катя правильно сказала, надо отдавать знания. Почему? Потому что с веками знания теряются, и мы начинаем опять все по-новому. Татьяна. Я соглашусь с Бабой Катей и с Анатолием, что у нас есть знания, их чуть больше, чем у других людей, потому что знания, которые нам передаются и по роду, и друг другом мы делимся, это да, и есть те, которые идут из глубин веков даже. Поэтому, да, нужно доносить до народа, это не всегда все магия или что-то, есть даже такие вещи, которые, в общем-то, люди сами себе могут помочь. И, да, с этим нужно делиться. То есть практические советы нужны, да? Конечно, практически. Татьяна, я знаю, что у вас был совместный семинар с победителем телепроекта «Битвы экстрасенсов» Еленой Есевичей, финалистом Азы Петренко. Расскажите вкратце. Вот как раз на этом семинаре мы и делились этими, скажем так, сокровенными знаниями, сокровенными, потому что из глубин веков они идут. Азы вообще даже родовые свои какие-то некоторые вещи рассказывала, секреты, да. И было довольно интересно. Потом пошли отклики, люди приходили на приемы, говорили, что очень понравилось и просили повторить это. Кстати, Сереж, вы прекрасно знаете, что я дружил с Джуной, и она сама говорила, ребята, так же, как мой первый учитель, себя лечить тяжело. Дружите между друг другом, друг дружку лечить и помогать гораздо легче. Скажи, Катюша. Опять же, себя и не видишь, потому что, знаешь, ты это видишь, не знаю, это мозг работает. И, конечно, если вот, да, не знаю, мозг включается, поэтому тяжело смотреть близких, поэтому, ну, обращаемся друг к другу. Я знаю, Татьяна, вы ездили на имиджевые мероприятия на день рождения к финалисту телепроекта «Битвы экстрасенсов» Татьяне Лариной, да? Ну и сейчас, внимание на экран, все мы это и увидим. Привет-привет, дорогие друзья, привет-привет, уважаемые телезрители. И сегодня мы находимся в необычном месте. Сегодня мы в мистическом Санкт-Петербурге. Что мы здесь делаем, спросите вы. А мы здесь не просто так, мы на имиджевом закрытом мероприятии финалиста телепроекта «Битва экстрасенсов» Татьяны Лариной. И сегодня у нее день рождения, и мы от всех самарцев приехали поздравить ее с этим фэшенебельным праздником. Ну что, поехали смотреть, что там происходит. Еее! Облака надо мной Расстанет кто-то во сне Грубо не прежно Может, я Может, я Может, нет Останусь рядом с тобой Светом легким я стану Останусь рядом с тобой Только голос Знаю, к тебе долетит Может, ты Слышишь Пусть мою Пусть 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 Ну и что, будем поздравлять Татьяну Конечно Ну что, уважаемые самарцы, поздравляем Татьяну Ларину Поехали! Добрый вечер! Вы не представляете, как мне приятно видеть вас Есть мои друзья, которые здесь присутствуют Есть просто люди, которые меня любят просто за то, что я есть Они следят за моей жизнью, они сочувствуют меня, они переживают за меня Я хочу, чтобы вы были со мной все время Спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть Татьяна Я вот знаю, что вы постоянно консультируете на многих мероприятиях финалистов-победителей телепроекта «Битва экстрасенсов». И это, кстати, очень приятно, что наш самарский экстрасенс Татьяна Жмакина вхожа в круги таких звезд телепроекта «Битва экстрасенсов». Ну, работа происходит, да, знакомые, поэтому иногда мы друг друга обращаемся за помощью и за консультацией. И вопрос от финалистов и победителей телепроекта «Битва экстрасенсов», которые попросили передать его вам через меня. Они хотят вас видеть в «Битве экстрасенсов». Что вы скажете нашим зрителям? Ну, пока все секреты открывать не буду. Единственное, что скажу, все еще впереди. Дорогие друзья, может быть, Самара в скором будущем прославится, а мы плывем дальше. Дорогие друзья, может быть, Самара в скором будущем. Дорогие друзья, может быть, Самара в скором будущем. Поздравляю тебя, Статьяна, и с днем рождения! Ты у нас лучшая, ты мега! Свети! Я хочу, чтобы этот медведь, чтобы в твоей жизни не произошло, он всегда согревал тебя. Ты этого достойна! Статьяна, и с днем рождения! С днем рождения! Дорогие друзья, ну вот и подошел к концу день рождения нашего именитого экстрасенса. Татьяна, ваши комментарии? Я безумно рада, что Татьяна пригласила нас на свою закрытую вечеринку. Я очень рада встретить здесь своих старых друзей, пообщаться с ними. Не так это удается нам в реальной жизни. Танюша, тебе счастья вселенского, магической любви и всего, чего ты хочешь. Спасибо, что были с нами. Мы вас любим. Пока-пока! Ну что, уважаемые телезрители, сегодня мы с экстрасенсами. И я знаю, что наши уважаемые финалисты и Татьяна Жмакина побывали на реалити-шоу ТВ Моделс. Вот, расскажите вкратце о ребятах, как они вообще вам? Понравились, не понравились? Ну, я так поняла, начинаем с этого угла, с меня. Очень понравились все ребята, очень интересные, очень талантливые ребята. Ребята, которые хотят добиться чего-то в жизни. Многие не знают, чего еще пока хотят сами. Но, тем не менее, настроены они по-боевому. Мне очень понравилась энергия души этих ребят, с которыми я познакомилась. Мне было с ними очень приятно работать. У нас, конечно, немножечко получилось то, что пришлось немножко помочь им вытянуть некоторые проблемы. И дети даже плакали. Я не очень люблю, когда плачут дети. Но здесь без этого, к сожалению, было не обойтись. Анатолий, вам-то как? Ребята из реалити-шоу ТВ Моделс? Вы знаете, мне правда понравились. Девчонки там такие. Ну, скажем так, хотят тоже себя показать. Каждый хочет. Мне действительно понравилось. Мне еще Сережа очень понравилось, что мы действительно ничего не стали. А вот в этом, где мы отдыхали, где мы это снимали, чистота, воздух, красота. Просто я получил огромнейшее удовольствие, что я вырвался хоть на природу. Потому что город, город, город очень устал. Татьяна. Ну, мне ребята с ТВ Моделсом нравятся. Я уже у них не первый раз. Ребята у себя... Да, вы же часто приходите, работаете с ними. Ну, да. Расскажите, какая-то есть динамика вообще продвижения? Есть, динамика есть. Ребятки разноплановые. Ну, когда первый раз я пришла, все равно как бы они там не хотели показаться раскованным. Все, скованность она ощущалась. И какой-то даже немножко, наверное, страх, что ли, не передо мной, а именно перед будущим. И что, как будет. Сейчас они более раскрепостились, более открылись. Когда есть вопросы, возникают, да, но мы с ними связимся, я помогаю. Помочь им хотелось им помочь. Мне показалось, что это удалось. Удалось. Вы, Маши, безумные молодцы. И у них, кстати, выбор пошел, как у Васнецовой картины, когда камень. Написано. И три дороги. Выбирай. Да. Выбирай. А выборы есть у каждого. И тем более у нашего реалити-шоу, который уже бьет рейтинги просмотров. Дорогие друзья, как же они живут? Смотрим на экран. За помощью к экстрасенсу Татьяне Жмакиной вы можете записаться по телефону в Самаре 922-53-83. 922-53-83. В этой серии вы увидите. Нахождение участников на вилле без Дины Лермон. Задание от продюсера реалити-проекта ТВ Моделс Сергея Тюбаева на сплочение коллектива. Наказание от хозяйки виллы Дины Лермон, которая отменила коктейльную вечеринку. ТВ Моделс – новый проект в городе Самаре, который направлен на развитие фэшн-индустрии. Здесь истинные профессионалы модельного бизнеса будут одевать наших участников, которые соревнуются за звание победителя проекта. Субтитры создавал DimaTorzok Продюсер реалити-проекта Сергей Тюбаев пришел в гости к участникам с приятными новостями. Дина Лермон. Дина Лермон. Ну, вот так? Ребята, зачем вы здесь собрались? Ты в космосе что-нибудь летаешь? Ага, все. Дина Лермон. Серега звонил, говорит, нужно собраться, и сейчас какой-то вопрос он хочет. А где Дина, вообще кто-нибудь знает? Ну и ладно, нет. Дина Лермон. А где Дина? Всем привет! Вы знаете, что я редко приезжаю на виллу в исключительных случаях к вам сюда в дом по определенным вопросам, которые возникают и которые без меня невозможно решить. Как вы думаете, какой это вопрос? Выгнать участник. Выгнать, выгнать, да. Так как нас смотрят по всей России и страны СНГ, а комментируют, вам комментируют, мне пишут, не устраивает хозяйка виллы Дина Лермон. Абсолютно. Вас она всех не устраивает? Нет. Нет, у СМАРа. Да, безумно, они не устраивают. Меня устраивают. Но сегодня я принял такое решение, что я убираю Дину Лермон. Да нет, господи! Вы лучшие! Но ровно на один день. Итак, ровно на один день я убираю вам хозяйку виллы. Но не забывайте, что вы здесь остаетесь одни и под прицелом Каммер. Дина приедет сегодня к вечеру, чтобы пригласить вас на коктейльную вечеринку у бассейна. Ну что, ваша свобода, удачи! Спасибо вам! ТВ Мобил, не бойтесь быть самими с собой! На что потратили свое свободное время участники реалити-проекта в отсутствии хозяйки виллы Дины Лермон? Че нам? Че ты здесь сидишь один и не выходишь никуда? Книжку читай, не хочу никуда идти. Че ты там читаешь? Эрик Берн, люди, которые играют в игры. Все серьезно. Конечно, чтоб знать. Мне надо поговорить с тобой. Убери. Ну говори да иди. Че ты так ко мне относишься? Танин, ты нормально, учись сама к людям относиться. Я тебя обидела. Потом задавай такие вопросы. Я тебя обидела? Я не обижаюсь, я вывод делаю просто и все. Убери к нему свою. Ну это мне уважение сейчас. А у тебя уважение? Ну вот давай поболтай, мам. Давай быстренье и все. Смотри. Я тоже на тебя обижалась. Ты на меня и за что? Ну за то, что я очень-очень много знаков внимания тебе уделяла, а ты меня игнорировал. Таня Диявол. В итоге где она, твоя Таня? С Таней это одно дело. Она хотя бы не играла никакие роли, но она прямо все сказала и все. Я тоже не играю. Да? Ну что-то как-то незаметно. Ты что-то хотела еще? Артур, дай мне шанс. Какая вероятность того, что так не поступишь так же? Сделай один раз и почему это не повторится еще раз? Я обещаю, я изменюсь. Сколько ты этого хочешь? Ты же сам этого сильно хочешь. Знаешь, если бы я не был романтиком, я бы тебе не дал второй шанс. Смотрите реальти-шоу TV Models. Там крутые ребята, там девчонки отличные, энергичные, хотят многого и актрисы, и жизни, и любви. И ребята такие же. И мы действительно им помогли, чтобы они это получили по жизни. Как тебе фотосессия? Которая на ферме была? Да. С лошадьми? Да. Мне все понравилось. А почему тебя это не взяли? Ну, у меня выбирали между мной и Ренат, и взяли Ренату. Офигеть. Она меня просто бесит. Ну, знаешь, если бы была бы я на ферме, у меня была бы лучше фотография. Я тоже так думаю. Она себя вела просто ужасно. Зачем ты пошла вообще в какой-то загон, да, загон разговаривать? Взяла козла на руки и начала с ним разговаривать. Серьезно? Да. Я, конечно, не знаю, может, она и ночью выходила куда гулять, но пока все спали. Она меня бесит. Что там за звуки? Это что такое? Фигеть. Рената, чтобы скачать? Капец какой-то. Давай не пустим домой. Да. Я только где закрою. Скоро? Ну все. Все. Пусть теперь померли. 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 себя. Чувствую силу космоса, силу природы, силу земли. Девочки, откройте, ну что же вы делаете? Почему? Откройте, пожалуйста, я вам цветочек принесла. Ну почему же вы так со мной? Откройте, откройте, пожалуйста. Ну что же вы на самом деле? Ну что же? Пожалуйста, откройте, пожалуйста. Тебя не пускают? Они не хотят меня пускать, я закрепляю. Откройте, быстро, я сказал. Вы что, издеваетесь, что ли, девчонок? Она платье, вы посмотрите. Изверги, а? Я очень-очень со мной. Айда от всех этих идиотов, айда. Спасибо, что ты понимаешь меня. Давай расскажи, что произошло. Коля, мне очень нужен твой совет, и я не знаю, у меня прям душу рвет, понимаешь? Давай, все по порядку, подожди, так, спокойствие только. Я гуляю, слышу зов ветра, дождь, все так прекрасно, и я смотрю цветочек, я хотела обрадовать девчонок, и поднимаюсь, поднимаюсь по лестнице, пытаюсь открыть дверь, она не открывается, я не понимаю, что такое, они закрыли дверь, смеются надо мной, пытаются всячески менять. Они просто не понимают той красоты, которую ты хочешь им передать, понимаешь? Ой, я не знаю, что это я. Это деградирующее общество, которое тебя окружает, понимаешь? Так ты учти, ты им не сможешь передать ту часть себя, понимаешь? Ты должна это осознать, то, что вот ты, они не смогут никогда стать такой, как ты, они не смогут тебя понять. Я думала, что я смогу сплотить нас, добавить больше добра, ну, и такая энергетика, а то, что ты нитой, ты чё, она, ты нашла? Я не смогу понять, потому что я люблю очень литературу, а литературу с искусством, они связаны, понимаешь? У них есть некоторая нить, понимаешь, которая их связывает, так что, если что, можешь излить свою душу мне, на самом деле, понимаешь? Вот и всё. А на это ты наплюй, не обращай внимания на них, вот лают они, как собаки, там пускай лают, понимаешь? Собака лает, ветер носит, не обращай на них внимания. Учти это. Идём, у тебя тебя обниму. Ты хорошая девочка, ты отличная, у тебя всё получится. Ты верь, вот, всё это у тебя будет. Запомни. Пойдём. Продюсер реалити проекта Сергей Тюпаев, устав от интриг, скандалов и сплетен, решил пригласить специалиста для проведения комплекса мероприятий, которые направлены на сплочение коллектива. Ну что, привет, участники реалити проекта ТВ Моделс. Рад вас видеть сегодня здесь, в полном здравии и не совсем в полном уме. Так как я понимаю, что на Вилле у нас происходят скандалы, передряги, драки и всё, что разлагает коллектив. Поэтому я принимаю следующее решение. Я пригласил вам тренера по командообразованию. Сегодня узнаем, есть ли у вас командный дух, можете ли вы работать в коллективе и вообще годны вы для того, чтобы я вас не выгнал в следующей серии нафиг всех. Итак, встречаем тимбилдинг тренера Вадима. Аплодисменты. Ну, друзья, я смотрю, у вас команды никакой нет, судя даже по тому, как вы сидите. Мальчики отдельно, девочки отдельно. И один мальчик тут притёрся у нас, я смотрю, да? А команда образователей. Итак, сегодня всё будет очень просто, очень жёстко и очень нормировано. Сразу скажу, только настоящая команда сможет меня выиграть. В конце будет небольшой приз, небольшой сюрприз для вас. Ну, посмотрим, сможете вы его завоевать или нет. Будет пять заданий. На каждое задание у вас будет семь минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, сразу чувствуется, что у ребят в коммуникациях и в команде есть большие проблемы. Те задания, которые настроены как раз на проверку, ребята, к сожалению, не прошли в своем большинстве. Без моей помощи, без помощи моих администраторов, к сожалению, у ребят вряд ли что-то получилось. Но потенциал есть. Есть два-три лидера, это чувствуется. К сожалению, они так же, как берут лидерство, так его и отдают. Поэтому, поэтому я думаю, что проекту суждено дальше развиваться по пути конфликтов, скандалов и каких-то решений взаимных проблем. Мне понравился очень тимбилдинг. Это хорошая командная игра, направленная на сплочение коллектива. Я хочу выделить Ираклия, потому что он, ну, опять же, он проявил свою неактивность, он абсолютно не хотел помогать. Он просто так стоял в сторонке и все. А активные были Артур, Аня. Они хорошо принимали участие, помогали, они большой вклад в это внесли. В тимбилдинге нужно работать в команде. Раз мы работали и прошли, значит, у нас есть команда. Мне кажется, что я ошиблась дверью сегодня. Абсолютно неинтересная для меня тема. Какое сплочение коллектива? Мы здесь должны конкурировать. Мне абсолютно плевать. Мне ничего не поможет. Я не собираюсь с ними дружить. Смотрите реалити-шоу ТВ Моделс. Там интересные события, там люди, которые пытаются найти себя. Помогите им, обсуждайте, смотрите, участвуйте. Вернувшись, хозяйка виллы Дина Лермон преподнесла участникам сюрприз. А какой вы увидите прямо сейчас? Авда, Авда! А сейчас все замолчали. И быстро спускаемся вниз. Я посмотрю, как ты посмеешься. На месте икса. Спускаемся. Ну, привет, ребят. Как вам день без меня на Вилью? Великолепно. Великолепно. Я знаю, что Сергей обещал вам коктейльную вечеринку у бассейна. Да. Вы ее хотите? Конечно. Увы, она не состоится в связи с погодными условиями. Ну, давайте мы здесь проведем вечеринку. Не проблема, в принципе, можно поддерживать. Нормально, включим музон. Что ты переживаешь? Ты вообще больная, объясни. Ребят, что-то я погорячилась. Я, наверное, с вами слишком гроба и строга. Думаю, вечеринки состоятся. Через 10 минут жду вас здесь, в Купальниках. Добрый вечеринка. Добрый вечеринка. Добрый вечеринка. Ну что, готовы к вечеринке у колобасейна? Да. Прошу, хорошего отдыха. Погнали, погнали, погнали. Здравствуйте. Привет. Рада приветствовать вас, дорогие мои. Вы собрались на коктейльную вечеринку к бассейну. Да. Я вынуждена вас разочаровать. У меня задание от хозяйки виллы провести вам экстремальную тренировку в текущих погодных условиях. Поэтому... Друзья мои, видите вам ту распаханную землю? В ней вы будете бороться за мяч. Тот, кто вынесет на съемочную площадку мяч, тот и будет победителем. Вперед! Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то не так пойдет, так же разбираются, борются и в грязи. Мне очень понравилась наша тренировка, так как я смогла прочувствовать каждую молекулу земли, для меня это было определенное удлинение с природой, и у меня все очень понравилось. Было весело. Вырвал мяч у Артура, практически добрался до финиша, но все равно не удалось победить. Но ничего, эту борьбу за мяч я запомню надолго. В следующей серии вы увидите Занятие по театрализованному дефиле от Аллы Коровкиной Выступление участников реалити-проекта на европейском мероприятии, посвященному рекламе. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Меня зовут Лариса Василенко, и я эксперт по экстрасенсорике. Сегодня ко мне обратилась девушка Елена. Здравствуйте. И о своей проблеме, я думаю, она расскажет сама. Я работаю, учусь, но никак не могу найти себе своего человека. Вот за этим я к вам обратилась. То есть вы знакомитесь, и ничего не получается, или вы не знакомитесь? Я знакомлюсь, и вот как раз дальше ничего не идет. То есть нет человека родственной души, так скажем. То есть близкого по духу, который привлек бы? Да. Ну что, Лена, здравствуйте. Прошло уже почти неделя. Как ваше самочувствие? У меня шикарное самочувствие. После вашего ритуала мне сразу стало легче. Я сейчас открыта всему новому, и вот уже жду нового своего человека. Вы говорите, что у тебя еще никого не появилось? Пока что нет, но я вот надеюсь, что в скором времени будет. Ну, я на самом деле уже посмотрела ситуацию. Да, поле очистилось, сердце открыто, и мы с вами можем провести ритуал на привлечение родственной души. Чтобы вам было хорошо, но привлечение суженного. Только нам с вами для этого придется прогуляться немножко по парку и найти молодую березку. Готовы? Да, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры, которые мне сделала Лариса, мне очень помогли. У меня свободное сердце, и я жду кого-то нового в свою жизнь. Мое эмоциональное состояние улучшилось, мне стало как-то спокойнее, я стала увереннее в себе. Ну что, друзья, я провела Елене ритуал на привлечение родственной души, на привлечение человека и ее судьбы, с которым ей будет комфортно, с которым она может почувствовать себя любимой, любящей, и с которым она может открыть свое сердце и стать счастливее. За помощью к экстрасенсу Ларисе Василенко можете звонить по телефону 922 57 88, 922 57 88. Также вся информация на сайте samaralogos.ru Уважаемые телезрители, еще раз напоминаю, сегодня мы с финалистами телепроекта «Битва экстрасенсов» Бабы Кати Анатолия Леденева и нашим самарским экстрасенсом Татьяной Жмайкиной немножко поговорили о магии. Ну что, уважаемые наши эксперты, экстрасенсы, пожелания самарцам, пожелания людям, которые вас любят, смотрят. Кто-то, может быть, хочет в этом году, я не знаю, обрести любовь, счастье, достаток. Несколько пожеланий жителям города? Ну, во-первых, дорогие мои самарцы, очень люблю ваш город. Город мне нравится потому что тем, что в нем очень хорошо сочетается старина с современностью, нет какой-то эклектики в архитектуре, мне очень хорошо здесь, я хорошо сплю, я, мне хорошо работает, очень душевная атмосфера, и поэтому я хотела бы пожелать по поводу душевной атмосферы берегите свои драгоценные души, не засоряйте их раздражением, злобой, суетой, завистью, когда какой-то момент возникает тяжелый, остановитесь, посмотрите вокруг, вы живете в такой красоте, у вас такая потрясающая река, просто подите на реку и поблагодарите небеса и вселенную за то, что вы живы, за то, что видите, берегите душу, это самое ценное, что у нас есть. Я желаю вам любви и счастья. Вы знаете, я скажу кратко, знаешь, краткость сестра таланта, да. Ребята, я приезжаю сюда девятый раз, и мне хочется еще, еще и еще. Ну а как горцы, они очень правильно говорят, желаю вам здоровья и долголетия. Но у меня немножко по-другому, на Титанике тоже все были здоровы, только утонули. Поэтому, когда вы желаете здоровья, всегда говорить так, и долголетия. И долголетия. Татьяна, да, к нашим жителям, жителям нашего любимого города, что хотите пожелать? Ну, смотрю, сейчас не очень хорошая тенденция пошла. Люди приходят с очень большим неверием в себя. Поэтому всем хочу пожелать побольше веры в себя. Берем и делаем. В конце концов, вас для этого не побьют. Лучше попробовать сделать, чем сидеть и ждать, что за вас это сделает кто-то другой. Это ваша жизнь. Поэтому встали и пошли действовать. Всем удачи. Спасибо, что смотрите нас. Это программа «Ритмы города». И от всех экстрасенсов, и от меня лично. Пока-пока! Выражаем благодарность за съемки комплексу «Парк-отель Дубрава». Лучшее место для корпоративных мероприятий и отдыха всей семьей. За помощь в организации съемок выражаем благодарность креатив компании «Невент». Это команда специалистов в области организации программ тимбилдинга, профессиональных праздников, квестов и корпоративных мероприятий. ТВ Моделс – первое в Самаре реалити-шоу Сергея Тюпаева, направленное на развитие фэшн-индустрии. У нас нет запретов и параметров. Хочешь стать участником проекта? Звони 972-1102. 972-1102. Субтитры создавал DimaTorzok